Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники! Меня зовут Русский Хован. Я приветствую вас на канале Процветок. Сегодня мы поговорим с вами о результатах экспериментов по оценке эффективности биопрепаратов на основе сенной палочки против основных заболеваний чеснока и других растений, которые высаживаются под зиму. Это тюльпаны, нарциссы, различные клубневуковичные растения, цветочные, ну а также, конечно же, чеснок и некоторые высаживают лук, сивок, тоже под зиму, особенно в тех регионах, где довольно мягкая зима. Основными возбудителями болезней луковиц и подобного рода вегетативных частей для размножения растений является серая гниль, она очень любит поражать и репчатый лук и чеснок, и фузариоз, который вызывает сухие гнили луковиц, и тюльпанов, и чеснока, и других растений. Серую гниль несложно узнать по серому налету, это такая довольно мокрая гниль, она вызывает такие мокнущие пятна, налеты, пушок очень неприятный, и иногда луковицы начинают неприятно пахнуть из-за повреждения серой гнили батрициозом. А в случае фузариоза, как правило, возникают сухие пятна, которые делаются такого белесого цвета, а при сильном развитии инфекции они могут приобретать розоватую окраску. Ну, наверняка все, кто выращивал чеснок и получал тюльпаны из магазинов, или у себя даже выкапывал, в принципе, с этими симптомами сталкивались. Я в лаборатории на чашках Петри испытал два препарата. Против фузариоза, вот так вот он выглядит на чашечках Петри, и против серой гнили, вот так вот выглядит серая гниль на чашечках Петри. Я испытал два препарата на основе сенной палочки. Это штамм Д26, который является основой препарата фитоспорин, и штамм, который является основой биопрепарата для защиты растений, бактаген. Ну, начну с серой гнили. Вот покажу, что вот так вот она растет на чашках Петри, на картофельно-глюкозном агаре. Могу лишь сказать, что и бактаген, и фитоспорин показали очень высокую эффективность против возбудителя серой гнили. При посеве вот таким вот способом, вот таким кружочком вокруг высевается бактерия, и в центр помещается кусочек агара с культурой патогенного гриба. Могу лишь сказать, что в отличие от контрольной чашки, на этих чашках ничего не выросло. Оба препарата являются высокоэффективными против серой гнили. Они являются эффективными против серой гнили и на томатах, и на других тепличных растениях, но в том числе и на луке, чесноке и декоративных луковицах. Что касается фузариоза, ну вот так вот визуализирую, что в принципе за несколько дней грибная колония, она заняла все пространство вот этой чашечки Петри. Если сравнивать эффективность препарата фитоспорин и препарата бактаген, то вот здесь вы можете совершенно ясно видеть, что вот эта зона отсутствия роста грибной колонии или зона остановки роста, она остановилась уже несколько дней, не нарастая. У препарата бактаген примерно в два раза, даже чуть больше, чем в два раза больше, чем у препарата фитоспорин. То есть фитоспорин тоже эффективен против фузариозных заболеваний, фузариозных увяданий, фузариозных гнили, в том числе повреждения во время хранения. Но препарат бактаген в два раза эффективнее против этого заболевания. В связи с тем, что приходит пора покупать луковицы или высаживать луковицы своего производства, которое вы выкопали у себя на участке, тюльпаны, нарциссы, гиацинты, мускари, крокус и целый ряд ирисов всевозможных, целый ряд больших цветочных растений, но самое главное, лук и чеснок, вот его скоро надо будет сажать. Я вам советую до периода посадки запаситесь этими препаратами, бактоген и фитоспорин и используйте их для протравнивания луковиц. Могу, конечно, сказать, что такой препарат аптечный, как хлоргексидин, просто супер эффективен против обоих этих заболеваний. Он подавляет полностью рост фузариума и полностью рост серой гнили вместе с ними и вообще сносит полностью всю микрофлору этих луковиц, просто буквально стерилизует их. Но это тоже не так уж хорошо. Вызвать вот такие дисбактериозы, уничтожение как патогенной, так и конкурентной микрофлоры, в этом нет ничего хорошего. Поэтому подобного рода препараты, спирт, крепкая марганцовка, там крепкий аммиак еще рекомендуют, какие-то другие такие тотальные дезинфектанты, в том числе препараты йода очень концентрированные и так далее. Они наносят урон как патогенной микрофлоре, так и конкурентной. В случае же, если вы будете наносить на луковицы, например, бактоген или фитоспорин, вы будете сдерживать развитие фитопатогенных микроорганизмов. В то же время вы заселите луковицу конкурентной микрофлорой, которая не позволит и в дальнейшем, в отличие от того же флоргексидина, после посадки раствор разбавляется, распадается, разрушается. И на вот эту голенькую луковицу, которая ничем не защищена, нападают просто все патогены, там очищенное поле. То здесь эта луковица будет полностью защищена конкурентной микрофлорой. Давайте о триходерме. Я не советую обрабатывать луковицы препаратами, содержащими триходерму. Почему? Потому что триходерма очень хорошо растет на мертвых тканях растений. А у нас растения покрыты сверху чешуями. И триходерма очень быстро уничтожает эту чешую. С одной стороны, она вроде бы на ней селится, и это хорошо, она защищает тоже от гнили и от фитопатогенов. Но с другой стороны, все-таки эти луковицы защищены этими чешуями. И должны в этой чешуе оставаться вот то время физиологическое, которое необходимо для того, чтобы она естественным образом разложилась в почве. Ускорять этот процесс, особенно перед зимой, не следует. Пусть там все идет своим чередом. Триходерму лучше внести при рыхлении весной. А под симу вымочить луковицы, обработать луковицы, пролить луковицы лучше всего бактогеном или фитоспорином. Этими препаратами можно поработать и заранее, потому что сенная палочка является спорообразующим микроорганизмом. И при высушивании она переходит в стадию спор и хорошо сохраняется, возобновляя свое размножение и развитие после попадания благоприятные, ну например, в почвенные условия. Или же, если влажность повысилась, если условия хранения не очень хороши. В этом случае и грибочки получают возможность подрасти на этих луковицах, но тут же находится фитоспорин, сенная палочка, и она начинает конкурировать и подавляет развитие этих инфекций. Это очень и очень хорошо. Кроме того, это экологично и дружественно в природе. Мы будем еще говорить с вами о фитостимулирующих препаратах чеснока, о способах посадки чеснока, о подготовке и заправке грядки под чеснок. Эти выпуски не за горами и ближе к сезону посадки. На этом я с вами прощаюсь. Всего хорошего. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok